Викусь, здорово! И сегодня в день наитемнейшего 6.06, более того, в 6.33. Вот, если не веришь, можно, могу показать, но, поверь, 6.33. Я хочу поздравить тебя, Викуся, с нашим прорывом буквально. Это уже который примерно двухсотый, если не ошибаюсь, сеанс, потому что ты же не все сеансы выкладываешь, ты же, наверное, очень занятая. Началось это, по-моему, с 30... 369 сеансом. Твоя любимая цифра. Правильно, прямо по каббалистике, прямо по гематрии надо начинать наше темное дело, которое, наверное, более ваше. И от имени Нейтемнейшего я хочу поздравить тебя, Викуся, с победой наших темных сил. За то, что ты просто-напросто, не покладая рук, работаешь на нашу общую победу. На подключение всех к первотворцу, который не является творцом, который просто противоположный творцу. Более того, я приветствую тебя от имени Нейтемнейшего. За привлечение каких-то, ну, пусть не самых умных, но очень эмоциональных женщин, овечек на темную сторону. За всю ту ненависть, что они направляют на темную сторону. Потому что чем больше негативных эмоций, тем больше темных сил баланс нарушается. И ты в этом огромную роль играешь, Викуся. Спасибо тебе огромное. За взращивание ненависти не только к себе, но и ко всему миру, к матерям, ко мне. За отрицание составляющей этого мира, важнейшей, в том числе и квантовой. То есть за переворачивание всего с ног на голову. Огромное тебе спасибо. За уничтожение собственного критического мышления. От имени темного командования и от имени первотворца благодарю тебя. Потому что первотворец без тебя, Викуся, наверное, так и не победит. Так что от имени всего темного сообщества, важнейшую роль просто твою подчеркиваю. За все твои черномагические ритуалы, которые в сеансах ты проводишь. И через них подключаешь всех к первотворцу и к очень-очень несветлым силам, скажем так. На самом деле юбилей, сколько уже, минимум 200 сеансов. Я думаю на 300 очередная медалька будет очередной. Мой ролик, в котором я отмечу тоже твой великий вклад. Потому что тот ущерб, который ты нанесла делу осознания всех людей, просто его сложно переоценить. Молодец. Все, что ты делаешь, идет во благо. Ты приближаешь просто победу темных сил и отсрачиваешь, откладываешь победу так называемых светлых. Молодец, Викуся. Огромное тебе спасибо за все, что ты делаешь. Не всегда, конечно, ты угадываешь, потому что два дня до перемен это было сколько уже? 4 июня сегодня. 4 один день, 5 второй, сегодня уже третий день. Перемен особенно не вижу, но... Они будут, они будут именно в сторону темных, как ты говоришь. Потому что ты же зря говорить не будешь, верно? И квантовая медсестра в этом поможет. Потому что она именно с темными работает очень негативно. Ну, дело не в этом. Я благодарен тебе за накачку игры города темных. В первую очередь. Потому что первый творец, который враг творца, как я уже сказал, очень нуждается в твоей поддержке. И поддержки тех не самых умных женщин, которых ты направляешь их, заставляешь ненавидеть. Отключаешь своими многочисленными картинками, многочисленными несвязанными фразами любую попытку как-то критически осмыслить. Ты просто убиваешь фактическое мышление, что, в общем-то, помогает всем темным. Огромная тебе за это благодарность. За сотни женщин, которые начинают ненавидеть свою мать. Потому что ты говоришь, что в утробе что-то было. И прямо в утробе ты говоришь, что я приходил и подключал к темным. Огромная тебе благодарность от темнейшего командования за это. Потому что подключить женщин по их воле прямо в утробе, минуя защиту, получается, творца, это надо уметь. Это просто браво. Это просто вот такая находка, за которую надо поблагодарить. Не все, наверное, могут сообразить. Так хитро и подло обойти природную защиту. То есть еще одна медалька тебе будет. Это просто отдельный котел, отдельный после встречи. Но об этом чуть позже. Огромная тебе благодарность за ложные освобождения. Когда освобождается в основном кошелек, а ничего в жизни людей не меняется, потому что они послушали красивую сказку. Но об этом тоже можно отдельный ролик снять. Отдельный. Те, кто понимает, как работает тонкий мир, как работает магия, те понимают, что это освобождение является закабалением. Понятно, что личная встреча, личная благодарность наитемнейшего с тобой, Вика, не за горами. Потому что есть ряд объективных признаков. Там ухудшение внешнего вида, опухлость, отсутствие логических каких-то связок, мышление. Деменция просто нарастает. Ухудшение даже на физике зрения. Сколько там? Минус 10 уже. 8 точно, судя по толщине очков. То есть, как можно что-то видеть на тонком плане, если ты не на физике, а подобное притягивает подобное. Чуть ли не ослепло. Ну, я благодарен тебе за упорство. Просто-напросто сколько уже? Ну, сотни сеансов. Сотни. Если здесь выкладывается с 369-го, сейчас уже пару сотен точно. Но ты же, наверное, не все выкладываешь. У тебя же в день по три сеанса получается. Иногда бывает. Хотя я удивлен, откуда у столь неумных женщин есть такие деньги, чтобы заплатить. Ну, будем считать, что только 200 сеансов. Так вот, на 300-й будет юбилейный тоже еще один ролик, где будет еще одна особенная тебе благодарность. Просто пара советов. Не надо так палиться. Надо же просто умнее людей подключать к темному миру. А даже твоя, скажем так, клиентура иногда может заметить откровенные подлоги и откровенные несоответствия. Но я уверен, что ты исправишься и будешь умнее. Умнее на меня клевету нагонять, волну гнать просто и обвинять меня во всех тяжких. Потому что вот такие косяки, я думаю, ты исправишь. Такое, я вижу, идет из сектора интерферентов. Вот так по направлению к первому творцу. Говорит, захватить мир, власть. Да, я такой. Но проблема в том, что мир-то уже захвачен. Мир уже захвачен. И цифровизация идет. И, к сожалению, это началось до меня. Я просто не успел. Я постараюсь подключиться и наверстать. А то вот так вот явно-то не надо говорить, что я хочу захватить власть. К сожалению, я не успел. И те, у кого есть хотя бы две извилины, об этом знают. Поэтому попробуй аккуратнее немножко говорить. И вот это слышу, тоталитаризм. Тотальный контроль. К сожалению, Google успел первым. Просто-напросто. И судя по реальному количеству комментов и просмотров, даже если там 5% комментов, хотя на самом деле их от 5 до 10, но будем считать минимально 5%. То есть, на самом деле, 260 где-то. Ну, 270 это будет 10%. Соответственно, реально количество просмотров 2700. Да, Google почему-то тебе помогает. А у меня сносят уже, не знаю, пятый канал, наверное. Причем просто так. У соратников, даже не у меня. За то, что выкладывают ролики цельнозор. Без страйка, без всего. Просто канал нарушает правила сообщества. Ни одного страйка нет. Докопаться не за что. Потому что все тизерами, но сносят. Но почему-то на YouTube есть Вика, но нет цельнозора. Блин, какой-то странный тотальный контроль. Ну, ладно. Починить матрицы. Но насчитывается гибнущая матрица, гнилая. Она уже гниет. Как матрица может гнить, тоже викусть, пожалуйста. Не косячь так явно, потому что, ну... Любой, кто умеет задавать вопросы, как я показывал еще в ролике весной того года, может задать вопрос. А что за матрица? И как она может начать гнить? Так что, викуся, надо служить нашему темному делу умнее. Викуся, не пались ты так. Отправляй эти все анепии, этого Илью, с его этими всеми программами, на полное гниение. Пусть сканиет. Да. Да, и чем больше, тем сильнее. Правда, в каждом сеансе ты еще жалуешься. Вот тут чуть раньше не буду искать, что я тебя заинтезировал такой сильный, тебя ввел в заблуждение, а тут ты мной прям командуешь. Тоже несоответствие. Блин, лучше исправь как-нибудь. Ты уж определись, либо я такой крутой, что нужно всех от меня отгонять, либо ты меня аннигулируешь в каждом сеансе по пять раз. Ее освобождаешь по нескольких вселенных. Черномора тоже. Отправляю всех их в портал, приказываю ее брать все воздействия, все программы, последствия этих воздействий. Призываю к карму и в портал. Да, Тарасик. Хочу сказать в рифму. Явно не карасик. Да, Тарасик. Обязательно. И карма уже в пути. Более того, чтобы ее призывать, то нужно стать проводником. И ты таки допризывался. Она летит, карма, буквально, и я думаю, что она настигнет вашу троицу. И этого не очень умного Евгения. Хотя хер с ним. Вашу троицу, тебя и супружницу. В течение этого года Вику точно, я думаю, в конце осени что-то настигнет. И вот тогда она с наитемнейшим встретится для награждения по полной. Я думаю, что темные усилят и оценят все ее действия. Ага, и я вижу, как ты выходишь вверх и слышу, такие слова идут. Они вот так тоже, так, 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 чих-чих-чих. Чистота к чистоте, тьма к тьме. И вот так вот такие какие-то энергии. Как чистота может к чистоте, тьма к тьме. Но опять же, я очень благодарен тем, кто смотрит Викущу. Это около тысячи постоянных слушательниц, что у них просто отсутствует логическое мышление и критическое мышление от слова совсем. Но опять же, Вика, я уверен, что ты исправишься и будешь впредь умнее. Не знаю, когда я это рассказывал, но, Викусь, опять же, не надо так явно политься, потому что свет действительно является противоположностью. Или расскажи уж тогда, в чем я соврал-то, в общем-то. Потому что, ну, нельзя так политься. Будь умнее нашему делу тьмы, надо служить, Викуся, умнее. И там хоть немножко логики. Лучший способ соврать – это сказать часть правды. А вот так ты просто заставляешь людей думать, как, в чем вранье, если кто-то сказал, что свет – это противоположность тьме. Ты просто включаешь мышление, а надо его выключать, Викуся. Иногда те, кто умеет думать, тебя смотрят. Это очень маленький процент уже, и он просто тает с каждым сеансом. Потому что те, кто имеет логическое мышление и критическое мышление, все-таки иногда задают вопросы, иногда останавливают сеансы и спрашивают, а что я только что услышал нахрен? Ну, все-таки огромная тебе благодарность за рекламу и накачку этого эгрегора. Потому что те, кто тебя смотрит, они же не знают, что чем больше говоришь о чем-то и думаешь о чем-то, тем больше ты направляешь своей энергии туда, тем больше ты говоришь о цельнозоре, тем больше цельнозору идет энергии, или ей идет энергии. От себя огромная тебе благодарность за постоянный пиар, за постоянную рекламу, за постоянное направление думающих людей. Но от имени наитемнейшего я хочу тебе просто выговор сделать. Нельзя так явно. Ты хоть перерывы иногда делай, хоть нейтральные сеансы проводи, потому что слишком явно происходит накачка эгрегора, и слишком уж ты зациклена на этом. Люди-то некоторые знают, что чем больше ты зациклена, тем меньше результат. Нужно иногда давать отдохнуть чему-нибудь. Это как качели. Качнула силу своей не очень умной паствой. Она дошла, нужно дать людям накопить негативные эмоции, и потом качнуть снова. А постоянно долбить эффект меньше. Поэтому прошу, усиливая эффект накачки эгрегора цельнозора от имени наитемнейшего, делая перерывы. Просто вот совет и рекомендации. От души. Из-за постоянной аннигиляции цельнозора благодарю, потому что если ты уже призвала якобы карму, то есть получается, цельнозор уже наказан за это, то он в реальности может делать все что угодно без всякого наказания. Наказание-то уже прошло. То есть тот самый Илья, которого ты костеришь, может с тобой сделать на тонком плане, да и на физике уже все что угодно, потому что ты уже все наказания на его голову призвала. Что-то я их не замечаю, но вот ты теперь в его власти. И кусь, тоже нельзя так палиться, будь умнее, пожалуйста. Те овечки, которые смотрят, тоже, конечно же, не знают, что если что-то произошло в их голове, то в реальности этого уже не будет. Поэтому всякие призывания, всякие победы, особенно присвоенные тобой победы над врагами, о которых ты не слышала, когда я уже о них более года говорил только на канале и на Global Vision углоязычном, и на русскоязычном цельнадзоре, они приводят к тому, что поскольку это уже произошло в фантазиях, в голове у тех овечек, что у тебя смотрят, в реальности этого не будет. Если некое освобождение без какой-то личной работы, якобы уже произошло в голове у овечек, которые тебя смотрят, опять же повторюсь, без личной работы, послушав сказки, они посчитали, что освободились, то Вселенная говорит, что это уже произошло, ставит галочку, и в реальности на всех возможных путях к улучшению ставится жирный большой крест. Вселенная не даёт этим людям никак, закрывает все пути к улучшению ситуации. Поэтому, чем больше ты людей освобождаешь, тем меньше у них шанса что-то в реальности изменить. И пусть огромная тебе благодарность от имени всех наитемнейших, и особенно от первого Творца, который, ещё раз скажу, враг Творцу. Так что, за тысячи разрушенных судеб тебе будет отдельный классный котёл. Я об этом уже позаботился. Мне уже первотворец, которому, по твоему утверждению, у меня прямая подключка, уже сказал, что ты там просто на особом счету будешь. Ну и, конечно же, Вика, помнишь, что ничто не может отменить грядущее. Так что, я надеюсь, что будет ещё 300 сеансов по накачке меня и по постоянному пиару, цельнозора и канала. Огромное тебе благодаря также от Моны, потому что за явный контраст между работой и стилем работы. Тут люди сами работают под руководством Моны, а тут ты сказки рассказываешь. Надеюсь, ещё больше будет сказок. Конечно же, ты уже все перебрала, но я верю в твою фантазию, просто и первотворец тебе в помощь. Фантазии у первотворца Лукавого, они практически неисчерпаемые, можно связать несвязуемые, можно масонские, библейские сказки связать с русскими народными и как-то это вписать в цельнозор просто великолепно. Ещё раз тебе огромная благодарность и медальку за всё, что ты делаешь. и всё-таки я надеюсь, что ты будешь чуть осторожнее говорить, направить людей против квантового возможного сознания, поскольку, ну, что в основе своей наш мир квантовый, а там, в квантовой области, нет никакого наверняка, там ничего не происходит точно. За отрицание, ну, не стоит, по-моему, так явно отрицать квантовую составляющую, поскольку Горяев и весь научный мир говорит, что всё-таки в основе наш мир квантовый, заставляя ненавидеть квантовых помощников и квантовую некую основу нашего мира, человек начинает просто разрушаться. Это пока не входит в планы тёмных, поэтому тоже как-нибудь обговори и постарайся обыграть эту ситуацию без явной прямой ненависти. Рекомендую снова немножко схитрить, Викуси, и я уверен, что у тебя получится. Так что всего наилучшего и уверен, победа не за горами. Викуси, что бы ты ни делала, ничто не может отменить грядущее. Помни об этом, Вика, всего тебе самого-самого наитёмного и самого ужасного, поскольку от наитемнейшего другого-то глупо ожидать. И до новых встреч. Я надеюсь, что после трёхсотого ролика я смогу записать более-менее солидный, обзорный, классный ролик твоей работы. А пока ещё раз прими благодарность и восхищение и огромную признательность за всё, что ты делаешь для мира тёмных. Это просто супер. Ты восхитительно, Викуся. Субтитры создавал DimaTorzok